И вновь продолжается съемка, теперь я немножко прошел дальше, два блока от Уолл-стрит и подошел на Бродвей, здесь значит музей, и непосредственно к Быку, хотел подойти к Быку, показать вам этот символ Нью-Йорка и финансовых бирж, и к сожалению ничего не получится мне вам показать, почему? Потому что он вот таким вот образом замотан в полиэтиленовый пакет, потому что здесь вот есть демонстранты, которые всего скорее выступают против этого памятника, против этой скульптуры, И наверное были попытки как-то разукрасить Быка, либо что-то с ним еще сделать, каким-либо образом проявить вандализм, здесь стоят полицейские, полицейских достаточно много, кстати говоря, и к сожалению вот никто не сможет сейчас увидеть Быка, потому что он спрятан и находится под защитой. То, о чем я говорил раньше, вот эта вот девушка, девочка, которая, скульптура девочки, она стояла вот непосредственно вот где-то здесь, напротив Быка, вот эта голова Быка, и соответственно задняя часть Быка, девочка стояла здесь и смотрела в лицо Быку. И поставили эту скульптуру, насколько я помню, где-то прямо непосредственно перед выборами в Соединенных Штатах в 2016 году, и вроде бы как олицетворяла эта девушка ту самую мадам, которая пыталась выиграть выборы, но проиграла. И вот как бы, типа, она такая вот смелая, первый раз в истории женщина выступает в качестве кандидата в президенты, ну вот в таком формате, что вот она такая хрупкая, беззащитная, идет и выступает против вот этого вот злого Быка, злой системы. Конечно, это все наиграно, конечно, это все не так, все они вместе, демократы, республиканцы, разница там, разница не очень большая, играют против друга только лишь потому, что так выгодно играть. Ну, это вот мое такое мнение, все эти политические игры, все там переплетены, все друг с другом знакомы и выясняют там личные отношения, эти личные отношения как бы проецируются на всю страну и даже в некоторых случаях на весь мир. Вот так вот сейчас это все выглядит. Нью-Йорк, конечно же, очень необычно закрытый, нет туристов, мало людей, да, он потихоньку оживает, но вот эти вот все демонстрации, все, что происходит, политическое обострение, нагнетается обстановка, это, конечно, все печально. Ну, вот для меня, по крайней мере, для человека, который любит Нью-Йорк, жил в Нью-Йорке, живет в Нью-Йорке, тоже здесь такое интересное здание, оно с такими вот часами необычными, но очень классное, прикольное такое вот здание. В общем, хотел поделиться с вами вот видео с быком, а получилось, что, в принципе, тоже неплохое видео с замотанным быком, с прятанным быком, но вот, к сожалению, так. Такое вот время, в такое время с вами живем, и это тоже, так скажем, история, история, о которой мы будем потом вспоминать и каким-либо образом пытаться интерпретировать, что происходило и к чему это все привело. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Всем хорошего вечера, хорошего дня, хорошего утра, у кого что сейчас. Пока-пока!